Слово «реформы» — это одно из наиболее часто употребляемых слов русского языка в последние 25 лет. Мы с вами живем в эпоху реформ, вот уже 25 лет. При этом есть люди, которые считают, что реформ слишком мало, и что наоборот надо проводить гораздо больше реформ, а есть люди, которых, я бы сказал, бросают в дрожь от одного слова «реформа», и которые реформ очень боятся. Вот такое отношение к реформам связано с двумя вещами. Первое — это то, что реформа в России, у нас в России, до сих пор не стала тем, чем она является в большинстве развитых стран. Она не стала, в сущности, повседневным, обычным инструментом управления государством. У нас реформа остается чем-то, я бы сказал, эксквизитным, чем-то необычным, что сваливается на голову населения время от времени и всячески его поражает. Второе обстоятельство связано с, и оно имеет отношение уже, так сказать, к истории, это существование целого ряда стереотипных представлений о истории российских реформ. Ну, в частности, что никакие реформы в России никогда не доводились до конца, об этом можно прочитать во многих текстах, что реформы в России всегда проводились исключительно после каких-то катастроф, в том числе каких-то крупных военных поражений, например. В том, что после реформ всегда обязательно должны быть контрреформы и так далее. Но вот что очень интересно, если мы с вами посмотрим даже в какие-то энциклопедические словари, в энциклопедические словари, например, советского времени, то мы с вами найдем там достаточно такую внятную, достаточно подробную статью о том, что такое реформы. Реформы, так сказать, в самом общем таком теоретическом смысле. А вот если мы с вами откроем на слово «контрреформы», то там обнаруживается нечто странное, потому что выясняется, что контрреформы вообще в истории человечества, согласно советским энциклопедическим словарям, произошли только один раз и только у нас с вами в России в XIX веке в царствовании Александра III. Вот только тогда и больше нигде и никогда. Это уже само по себе говорит о том, что, собственно, вот эта проблематика реформ, она в науке до, в общем-то, недавнего времени была, ну, я бы сказал, не очень хорошо разработана. Естественно, что в конце XX века, вот уже на рубеже 80-х, 90-х годов, 90-е годы и дальше, ученые стали более внимательны в силу понятных причин смотреть на то, что такое реформа и смотреть на то, когда реформы удаются, когда не удаются, почему они не удаются и так далее. Когда мы говорим о русских реформах, об истории русских реформ, то, конечно, одно из, так сказать, того, что в первую очередь приходит нам в голову, это реформы Петра Великого. Реформы Петра Великого, преобразования Петра Великого, которые произошли в России в первой четверти XVIII века, которые действительно были, я бы сказал, таким радикальным переворотом во всей русской жизни, реформы, которые коснулись практически всех сфер русской жизни, которые, в сущности, сформировали, я бы сказал, ту Россию, которую мы знаем, которые определили вектор дальнейшего развития страны. Безусловно, так. А вот что происходит дальше? А дальше, дальше тишина. Дальше наступает какой-то такой мертвый период, когда после смерти Петра вроде бы никаких реформ не происходит. И более того, даже некоторые историки в свое время писали об этом периоде, а это период, мы с вами помним, который часто называют эпохой дворцовых переворотов. И об этом периоде писали как о времени контрреформ. Дело в том, что Петровские реформы, а давайте вспомним, что Петровские реформы заняли больше четверти века, около 30 лет примерно, это был очень тяжелый период для России. Это был очень тяжелый период. Вот только что я сказал, что эти реформы затронули практически все сферы русской жизни. То есть это радикальный переворот. Радикальный переворот. А люди того времени вообще все новое воспринимали гораздо с большим страхом, даже чем воспринимают люди сегодня. Потому что люди в этом смысле были еще гораздо более консервативны. То есть это было традиционное общество с традиционным сознанием. И к тому же, ведь из этих почти 30 лет, 21 год шла война. 21 год шла война. То есть это период, который потребовал колоссального напряжения сил. Напряжения сил всего русского общества, всех слоев русского общества. Но ведь люди не могут жить вот в этом состоянии постоянно. Они нуждаются в какой-то, я бы сказал, такой передышке. Вот эта передышка, она и наступает после смерти Петра. И эта передышка, она нужна еще для того, чтобы понять. А вот то новое, что было сделано, вот те реформы, которые произошли, как они работают, насколько они эффективны, что произошло, что хорошо и что плохо. Это, во-первых. Во-вторых, дело в том, что Петр оставил Россию в очень тяжелом состоянии. Павел Николаевич Милюков в свое время писал так. Петр возвел, говорил он, Россию в ранг великой державы ценой разорения страны. Действительно, после Петра Россия в очень тяжелом положении. Причем Петр умирает в январе 1925 года. И именно в 1925 году становится впервые известно, как удалось собрать подушную подать, которую только недавно ввели. Вот в 1924 году ее впервые собирают, а итоги становятся известны в 1925 году. И когда смотрят на эти итоги, то видят, что недобрали очень много. А подушная подать, она идет в основном на содержание армии. И эта самая армия, она и обеспечивает вот этот статус великой державы. Да, а денег нет. Денег нет. И люди, которые пришли к власти, а это люди, в общем, достаточно опытные, это люди, которых Петр вырастил, они начинают думать, а что же делать? Как деньги-то, откуда деньги взять? Они начинают придумывать способы экономии средств. И они начинают, в том числе, экономить на чем-то, что до этого сделал Петр. И они таким образом проводят некоторую такую коррекцию. Коррекцию вот этих результатов петровских реформ. Но при этом они не покушаются на основы петровских реформ. Они не меняют характер службы, они не меняют систему центрального управления. Все это остается незыблемым. Они затрагивают какие-то частности. Вот Петр затеял какую-то стройку века, на которую идет куча денег. Они говорят, нет денег, нет денег, все, прекращаем это дело, прекращаем. Вот Петр устроил там кучу каких-то учреждений всяких, создал на местах. И Петр не завершил эту реформу местного управления. Он просто не успел. И там эти учреждения зачастую дублируют друг друга. Значит, давайте вот сократим. И они, когда между собой обсуждают это все, они вспоминают. А вот раньше-то как замечательно было до Петра. Было чудесно. Чиновникам вообще жалований ведь не платили. Они, как в ту пору говорили, кормились от дел. К ним вот просители приходили и, значит, платили за вот услуги. Вот они кормились от дел. А теперь надо жалования платить. Из государственной казны. А денег нет. Но при этом они не решаются отменить жалования. А это очень важная тоже Петровская инновация. Значит, вот этот период после Петра, он на самом деле не период контрреформы. Это период корректировки определенной курса. А вот к середине XVIII века Россия уже как бы приходит в себя. Она вздыхает, так сказать, отдыхает. И середина XVIII века, русского XVIII века, это время царствования дочери Петра, Елизаветы Петровны. Елизавета не была, ну, скажем так, носителем какой-то серьезной политической программы и так далее. Мы знаем, что эта женщина больше всего на свете любила наряды, балы, маскарады и так далее. Хотя это не означает, что она была уж какой-то такой совсем легкомысленной и пустоголовой. Она была достаточно трезвой и разумной женщиной. Но в ее голове не рождались какие-то планы политических или каких-то иных реформ. Тем не менее, давайте посмотрим, что происходит в царствовании Елизаветы. В царствовании Елизаветы возникает Московский университет. В царствовании Елизаветы возникает Академия художеств. В царствовании Елизаветы возникают первые русские банки. Потрясающая совершенно вещь. Это же огромная, я бы сказал, такая важная новация. Они еще, их всего два. В Англии в это время уже сотни частных банков существуют. В Англии маленькая Англия, да? А в России всего два банка, и те государственные, не частные. Но это тоже очень большой шаг вперед. При Елизавете Петровне происходит такая реформа, которая обычно даже в школьных учебниках, может не во всех, но упоминается, тем не менее, ликвидируется внутренней таможней. А что это означает? Причем надо сказать, что эта реформа в России была отсутствлена раньше, чем, например, это произошло во Франции. Во Франции только после революции 89-го года, а вот в России уже сейчас. Что происходит? Что это означает? Это означает, что сделан очень важный шаг для того, чтобы страна превратилась в то, что мы с вами сегодня называем единым экономическим пространством. Потому что вот эти таможни, это были барьеры. И происходит такая очень интересная вещь. Ведь таможни ликвидируются на том пространстве, которое в XVIII веке называется Великороссией. Но это не вся Российская империя. У нее есть еще, так сказать, регионы. И один из этих регионов, это тот регион, который называется Малороссия, Украина. А украинские купцы везут хлеб продавать в Россию. И на административной границе, мы бы сегодня сказали, там есть вот эти самые таможни. И они обращаются, украинцы, к Гетману Разумовскому, чтобы он похлопотал перед государиней, чтобы вот эти таможни на границе тоже ликвидировали. Но она говорит, конечно, почему бы и нет. Ликвидируют таможни. Что это означает? Это означает, что Малороссия, Украина интегрируются опять же в общеимперское пространство. Значит, оказывается, происходят вот такие вот достаточно важные инновации. Происходят. И, соответственно, нельзя сказать, что вот этот период, а ведь Елизавета Петровна правит Россией 20 лет, что это период, так сказать, без реформ, что это период какого-то застоя. Нет. Не говоря уже о том, что в это время, так сказать, мы знаем, до нас дошло огромное количество разнообразных проектов, которые, так сказать, там не реализуются по разным причинам. Но вот такая творческая, я бы сказал, прожектерская активность в это время наблюдается без всякого сомнения. А дальше выступает царствование Екатерины с уже очень серьезной политической программой, с серьезными, важными реформами в самых разных областях и реформой государственного управления, и реформой сословной, и очень важной реформой образования. Вот таким образом оказывается, что в действительности весь 18-й, практически весь 18-й век, это век реформ. Другое дело, что эти реформы происходят в разное время с разной интенсивностью. Сами они, так сказать, как бы разный масштаб имеют. Некоторые из них, как петровские реформы, это реформы радикальные, другие умеренные. Но это опять же связано с тем, что, как я сказал в начале, реформа и в это время, несмотря на то, что она присутствует все время, она не становится вот таким элементом обычным, привычным, я бы сказал, элементом политики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин